Всем привет! Мир Джейлин рухнет на нее, которая узнает тот факт, что Зафер был убит с помощью видео Энгина. Мы уже можем догадаться, что самым важным обратным поворотом, который испытают поклонники сериала «Правосудие» в следующих сериях, может стать невиновность Екты по поводу смерти Энгина. Тот факт, что Энгин является одним из немногих людей, знающих местонахождение тела Зафера, является ожидаемым развитием событий. Другими словами, я предполагаю, что Энгин приведет Джейлина к телу своего отца с подсказками, которые он даст, и косвенно, что убийцей является Чинар, а тем, кто уничтожает улики, является Миттен. Словом, после счастливой семейной картины, где семьи Кайя и Эргован сошлись под предводительством деда Мирдана, и началась подготовка к свадьбе, для Эльгаза и Джейлина наступят очень тяжелые времена, и мы можем даже увидеть их разлуку. Потому что, если хотя бы одна из деталей, таких как убийство Зафера Чинаром и его тела, перевозимое в багажнике Миттена, будет раскрыта, начнется процесс, который решетка Элси будет трудно вернуть. Кроме того, было показано ходатайство Эльгаза о возвращении в прокуратуру, возможно, в сценарии можно было удовлетворить просьбу зрителей и Эльгаз мог вернуться в прокуратуру. Кстати, пока мы были счастливы, что Джейлин была оправдана, нас снова удивили потрясающие игры разума в последних сценах. Зная, что он умрет, видеозапись Энгина перед смертью показала ситуацию, когда он был убит и отомстил всем, кто остался позади. Мы можем сказать, что тот факт, что комиссар Эрин выражает подозрение в убийстве Энгина при взятии Екты под стражу, указывает на сотрудничество между Кюнитом и Энгином. Другими словами, точно так же, как Джуниэт использует Неву ради своих амбиций, он появится как человек, который купил Ниязи вместо человека на месте Мирдана и убил Энгина. На самом деле, Энгин узнал от Джуниэйта, что Екта, который помог ему сбежать, пока он был в больнице, на самом деле планировал убить себя, и он составил план так, что если я умру, я самоуничтожусь и отомщу всем, кто шутит со мной. Конечно, хотя этот план работает через Энгина и Джуниэйта, их общая цель – покончить с Ектой. Таким образом, Энгин выбрал путь мести Парсу, Неве, Эльгазу, Эрену, Метину и Джейлен, с событиями, которые происходили до того времени, когда он сам был убит, а Джейлен оправдан. Чуниэйт, с другой стороны, реализовал этот идеальный план и решил заменить Екту, которую он ненавидел, но всегда был с ним как его правая рука. Поклонники и Ютгемент уже должны быть готовы к еще одному большому повороту на Екта. Потому что я предполагаю, что тот факт, что Екта, которая сводила нас с ума, несмотря на ее великолепную игру в течение нескольких недель, на самом деле невиновна в смерти Энгина, будет раскрыта в следующих эпизодах. Мы с нетерпением ждем появления подробностей смерти Зафера в сериале, и этот процесс, вероятно, начнется. Но персонаж Энгина продолжит удивлять нас тем, что находится в центре сюжета, даже когда он находится под землей. Потому что, если помните, было показано, что Сердар и его друг позвонили после закапывания тела и сказали, что похоронили дядю. Другими словами, Мердан и Седа очень старались, но не смогли добраться до тела Зафера. Причиной этого может быть то, что Джуньет и Энгин похитили тело, а Сердар и его друг похоронили его. Если мы вернемся к Екте, то деталь, что визитная карточка Екты, вероятно, написана Ниязи, также может быть игрой Энгина и Джуньетта. Это был простой ход для Энгина, который раньше имитировал подпись Екты. Екта не может так легко избавиться от этого преступления, но если вы спросите, кто будет ее единственным шансом избавиться от него, конечно, Джейлин будет тем, кого она обидит больше всего. Поскольку название нашего сериала, Правосудие, постоянно подчеркивается, что эмоции не следует путать со справедливостью. После нескольких эпизодов для Джейлин, которая когда-то спасла Энгина от Екты, мы можем увидеть шаги по спасению Екты от Энгина. Вам это может показаться немного необычным. Но мы уже видели, что в сериале Правосудие не так много места для посредственности. После видеозаписи, которую прислал Энгин, вполне возможно, что совесть Джейлина обидела Екту. Конечно, гнев Джейлина на Екту не пройдет быстро, и она не простит легко другие свои преступления, свою провокацию и даже клевету последнего психолога. В конце концов, самой важной причиной того, почему Екта так много возится с Джейлином, может быть ее тайное восхищение им. Иными словами, можно сказать, что он видит в Джейлине соперника по зубам. Но карты по поводу убийства Энгина перераспределятся и вина ляжет на него самого, Джейлина и Ельгас начнут сомневаться во всем с самого начала, потому что будут думать, что все, через что они прошли, это план, подготовленный Энгином и его оставшимися в живых сотрудниками. С другой стороны, мы несколько недель думали о том, кто умрет в следующем. Последним ходом Джуниэта, чтобы полностью покончить с Ектой, может быть убийство Лачина или Мурата. Также, как видно из этого эпизода, мы узнали тайну Невы. Как юрист, завоевавший доверие Невы, Джуниэт не только доставляет деньги семье и предотвращает нанесение ущерба профессии Невы, но и использует свой ход любовной игры. Из-за того, что Парс и Эльгас знают тайну Невы, и из-за того, как они оба вершат правосудие, для Джуниэт будет наиболее выгодно, когда между двумя друзьями встанут черные кошки. Это правда выйдет наружу, и они, вероятно, вступят в конфликт с Эльгасом из-за боязни потерять Неву, которая заподозрит Парс и Эльгаса, даже если Эльгас не раскроет ее. Другой причиной происходящих здесь событий может быть мысль Эльгина отобрать Неву у Парса и осуществить свою месть благодаря сотрудничеству Эльгина и Кюниэта. Конечно, Эльгас должна была сказать Джуниэт, чтобы она не падала духами за Невы, потому что сценарист заставил нас считать Эльгас ответственной за то, что произошло. Однако ситуация может быть иной. Другими словами, мы можем предположить, что пока Эльгас использовал Джуниэта, Джуниэт фактически управлял Эльгас так, как хотел. Кроме того, усыновителем Мирдана, скорее всего, является Джуниэйт. Проблема открытия счетов молодыми людьми с использованием поддельных удостоверений личности может привнести в торговлю наркотиками еще одно измерение. Это измерение может выглядеть как мошенническая сеть или биткайн. Наконец, мы все задались вопросом, как Эрену удалось спасти Джейлен, принеся отчет в последний момент, несмотря на то, что в лаборатории было отключено электричество. Но мы все можем сказать, что возможность того, что добросердечный человек, такой как комиссар Эрен, пострадает из-за его дочери Тухчи, которая предстанет перед ним годы спустя, и его причастности к преступлениям с наркотиками и поддельным именем, уже очень расстраивает. Для всех нас. Мы подошли к концу еще одного видео. Вы можете поделиться своими мыслями о нашей серии с нами в разделе комментариев. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Позаботьтесь о себе. До свидания. До свидания.